Вот мы собрались, чтобы обсудить все новости, которые произошли за последнее время. Прямо уж все. Ну, почти что все, какие вспомнили. Балдеж, балдеж, балдежный подкаст. Балдеж, балдеж, балдежный подкаст. Первая новость. Калагривый Никита сыграет Владимира Вольфовича Жиринов. Нет, это уже факт. Нет, это новость. Я слышал, что там под вопросом он стоит. Это он сам сказал. Ты че уже... Я буду. А ему сказали, еще пока подожди, друг. Как будто реально он вот заходит ко мне в комментарии и с фейков хуярит, блядь, под каждым постом. А ты знал, что он сыграет Жириновского? Ебать, и че, вы че фанаты Жириновского? Я вот не знал, только сейчас знал. Вот наши подписчики, вот вы прям фанаты Жириновского. Нет, смотри, какая тема. Во-первых, он уже со Слуцким сидел. Ну, может, они думают, что это совсем... И тот ему руку пожимал, и Калагрив говорит, все, я сыграю Жириновского. А после этого? Я здесь, за эту партию стою. Кто либерал-демократ, подтвердит это. Я все для либерал-демократов и... И мне все либерал-демократы. Все уже скучно про Калагривова. Не хайп, не хайп. Почему не хайп? Хайп, конечно. Ну, тогда посмотрите еще интервью. Я вот только недавно думал о том, что вот целое поколение самых известных актеров, оно уже состоялось. Что наших, что зарубежных. И вот сейчас должен быть момент, когда подрастут, когда уже окрепнут, когда встанут на ноги, смена поколения. Где она? Как ты издалека идет. И она... Это все, я уже говорю. И она вот идет, понимаешь? Это мы сейчас, как всегда, знаешь, там есть люди, которые там будут скептически относиться. Вот, блядь, там... Ну, по одной роли не судят. Все, сейчас пойдет. Сейчас разгонится. Я считаю, надо давать дорогу. Человек, хайп, если ты ставишь в тайтл его имя, снимаешь реакт на реакт на его несколько интервью и собираешь на этом 600 тысяч просмотров, или больше, это хайп. Если нельзя... А ты не издалека начал. Если нельзя спустя рукава за 40 минут на имени человека сделать 600 тысяч просмотров, это не хайп. Ну, значит, Никита Калагриев и хайп, и то, что он сыграет Желеновского, это тоже хайп. Мы можем снять еще один... Я вот как вот... Можем еще снять халтурный ролик на 600-700 тысяч просмотров? Очень было бы приятно. Не, ну в любом случае, честно сказать, не ожидаю от фильма ничего хорошего. Я надеюсь, что сериал будет. Сам факт того, что как бы над фильмом, как я понимаю, будут стоять политпартия, а обычно из таких проектов не получается ничего интересного. Получается пресно, максимально проходной. То есть это не корабль двойников с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Понимаете, о чем я говорю? Где Жириновский баб голых лапал. Вот это был руб-фильм. Я же смотрел корабль двойников. Я его тоже смотрел. Что выпустили «Счастливый вместе». Как называется? Ну и что? Отвратительно. Просто даже 10 минут не выдержал. Там актеры... Я бы хотел, чтобы... Нет, все старые. Сделали как? Чтобы выпустили «Счастливый вместе», но чтобы всех играл Калагриевый. Вот Гену Бу! Это, кстати говоря, нормально. А у Гена Букин должен наиграть... Жену! Нет, Гену Букин должен наиграть Логанов, а... Такая фишка будет. Гена Букин будет один понимать, ну, его персонаж, что он находится в сериале, и что у него там ни жена, ни дочка, а это реально Никита Калагриевый. Реальный вот такой сериал. И даже барон это Никита Калагриевый. Он играет всех. А Гена Букин, он в этом аду находится. И понимает, что, блядь, я же в сериале. Что это и есть, Калагриевый. Какой ужас. Я не Гена Букин. Что здесь происходит? Не, ну, слушай, вот если так, это круче, чем у Эдима Мерфи уже. Уже круче. Нет, ну, это... Вот это, кстати, переосмысление. Это уже переосмысление. Счастливый вместе ты описал. Это интересно. 500 миллионов выложите, положите, сделаем. Все, ну, Никита Калагриевый, который играет всех персонажей. Наш человек. Нужно педалировать, двигать его, я считаю, масса, чтобы он играл всех. Все. Знаешь, кто? Второй Безрукий, наш. Машков второй. Безруков. Машков тоже. У Безрукова более мягкий характер, как у актера, вот у Машкова более-таки эксцентричное поведение и высказывание. Вот, и Калагриевый больше под Машкова подходит такого. Очень эксцентричного. Вот, видишь, начинается. Вот Абдулова пока нету претендентов на замещение. Ну, Янковский. Хотя Янковский, это замещение старого Янковского отца и дедушку Янковского. Растет, да, новое поколение актеров. Ну, растет. Это очень радует, на самом деле. Честно сказать, такое чувство даже вот именно сейчас оно подрастает. Ну, это прикольно наблюдать, на самом деле. Раньше, да, вот как-то, вот были старые актеры СССР, и вот были какие-то отдельные актеры, там, Миронов, Машков, там, еще-еще, там, несколько людей. А вот сейчас прям вот с этим наплывом сериалов, кинчиков, вот прям масса каких-то новых актеров появилась. Сейчас так хорошо снимают, просто сериалы хорошо вышли в новый уровень. Что не откроешь, и прям... Ой, мы такой классный сериал посмотрели про бандита, который стал ментом, ну, под чужим именем в небольшом городе. В городе. И вот он там, типа, обживается. А вы ГДР кто-нибудь смотрели? Это хуйня! Нет. Вот сериал про мента, не помню, как называется, он крутой смотрел. Нет, про ГДР я слышал... Каникулы строгого режима, по-моему, Юлик, ты мне рассказываешь. Они тоже похожи были. Но это фильм. ГДР про... не знаю, про что, про то, как Раиса Горбачева управляла Горбачевым. Ну, многие хвалят, говорят прям прикольный серик, но нужно самому смотреть, убеждаться. Стали брать интересные темы, на самом деле, для сериалов, то, что хочется посмотреть. Мне кажется, даже и не в темах дела, просто как-то прям хорошо делают, с кайфом смотрят. Ну, вот я сейчас ходил на «Мастера и Маргарита», вначале были трейлеры. Какие вообще фильмы вот стоит ожидать? Некоторые вот из трейлеров, интересно, вот что мне показалось. Какой-то типа фильм, где две-три скуфини едут на концерт Иванушек Интернешнл за этой группой и пытаются как-то вот их подкараулить и прочее. Но им все время мешают всякие отбитые фанатки Иванушек Интернешнл, которые там с футболками ходят и прочее. По трейлеру звучит интересно. А это как бы фильм от самих Иванушек. А вот непонятно, называется турне с Иванушками Интернешнл или типа тур с Иванушками? Слушай, но я помню... Так, подожди, это я путаю. То ли у Иванушек Интернешнл было свое шоу вообще на MTV одно время. Да? Да. Ну, короче, не суть. Суть в том, что сейчас показывают очень много трейлеров на столько разных тем. То есть, какие-то исторические события, какие-то комедии. Вот еще сейчас... Комедий много. Комедий, да, много. И, честно сказать, прям интересно все это дело посмотреть. Создателям так плохо. Они такие, нет-нет-нет-нет. Я просто буду делать смешные сериалы, смешные фильмы. А смешное сейчас еще тяжелее делать, кстати. Еще пошутишь нахуй. Время серьезное. Пошути-ка, попробуй. Да, по-моему, отрываемся. Время серьезное. Ну, в любом случае, шутки, да, здесь должны быть тоже, знаешь, уместны. И поэтому я считаю, что комедию делать... Да и как и драма. Сейчас все тяжело будет. Ну, вопрос. Вот Иванышки Интернешнл, они ведь совсем не Интернешнл. Они только на русском поют, и только в России. Ну, это Интернешнл разных регионов нашей страны. Я вот ни разу не видел их. Кстати говоря, Антон, верно подметил. Я ни разу не видел, чтобы они открывали... Нам не нужны другие языки. Что такое Интернешнл? Это соревнования по ДОСИ-2. Я ни разу там не видел Иваныш. Что такое слово Интернешнл? Интернациональный. Это значит много наций. На территории России проживают более 120 различных наций. Я то и сам не сказал. И все слушают Иванушкой Интернешнл. Соответственно, Иванушки Интернешнл – интернациональная группа. И слушать их могут разные республики, регионы. Тогда нужно пересмотреть состав группы, чтобы один был русский, один татарин. Там, по-моему, и так и есть. Ну, нет, там... Нет, там... Ну, нет, слушай. Один чеченец, один якуб. Как раз таки нет. Они же Иванушки. Они все Иваны. Они все Иваны. То есть, они все русские должны быть. Они все русские, они все Иваны, они все белые. Пиздец. Нет, стоп. В Иванушке Интернешнл был один чувак, ну, такой, типа, азиат. Или не было. Или я путаюсь с другой группой. Я не знаю, вы что-то начали уже не о том говорить. Короче, суть в том, Иванушки Интернешнл – это Иванушки русские, которые выступают интернационально для всех народностей, кто понимает русский язык. И все нормально, можно выступать. Для тех, кто не понимает, тоже. Прикинь, смотришь ты Доту 2, ну, там, 25-й год, и там выходит команда, и как бы все затеняется тихо, и потом начинается музыка, и так... А тут же как люди... Ну, и что, и хорошее... И все такие, что происходит? Иванушки Интернешнл – это, вообще-то, национальное достояние. Я недавно, кстати, слушал их на стриме. Правильно. Очень, очень так из-за... Я их тоже на стримах часто слушаю. Как и «Руки вверх», как и «Белые розы», кто там? «Ласковый май», «Юра Шатунов» – русское достояние. Но сейчас это все действительно переходит в разряд ретро. Уже как ни крути. Конечно. Все-таки нам-то уже сколько лет, а этим песням уже по 20-25. Они слушаются прекрасно. По 30-40 лет им. Их поэтому и... Нет, ну мы... Шатунов... Нет, почему? Шатунов, кстати... Шатунов даже больше. 40 лет. Их поэтому и перепевают современные исполнители, потому что песни-то хорошие. Как какая-нибудь пошлая муля, например. Мне нравится вот это движение. На самом деле, американцы этим занимаются давным-давно. Они вот все время переосмысливают все свое старье. Вот все старье, которое у них когда-то было, все переосмысливаем в новые трейлеры, пихаем старые песни. Во все новые фильмы пихаем старые песни, чтобы звучали фоном, чтобы, блядь, запоминали, чтобы всегда вот было у всех на слуху. Чтобы, блядь, каждая сука в каждом, блядь, последнем, блядь, пердя его, знала песню там. Швить, хо, Малабама. А что им вообще... Ну, а у них культуры нет. Сколько там? Им 200 лет, грубо говоря. Нет, ты зря так говоришь. У них широчайшая культура. Не, ну она есть, но она такая маленькая по сравнению с другими странами, которые тысячи лет существуют. Ну, вся культура 20 века, считай. А какая страна-то еще у тебя существует? Нет, такие страны есть, но просто... Армения. Америка – это молодая страна. Конечно, они будут одно и то же слушать, использовать, потому что, блядь. Ну, слушай, нет, Армения и все. Я сейчас... Ну, нет, наверное, если подумать, ты больше, но вот... Я к тому, что здесь, понимаешь, не так важен вклад. Америка-то уж куда более интернациональная, чем, блядь, любая другая страна, ты понимаешь? Да, у них культура, она очень... Она поэтому вся перемешанная. Так при чем тут интернациональность? Ты говоришь, что они часто занимаются тем, что вспоминают свое старье, а я говорю, что их старье, оно было вот-вот недавно, у них нету чего-то реально старого. Я вообще не понимаю смысл вот сейчасшнего... Какая претензия? Ну, конечно, они будут повторяться. Конечно, они будут повторяться. Но суть в том, что это выглядит же хорошо, так или иначе. Да, никто не спорит. Они, да, новый пиджачок накидывают на старенькие песни. Не спорю, а скорее просто подмечаю. И нам тоже нужно этим заниматься. Но хочу сказать сразу, что вот я смотрел вот эти вот переосмысления там «Кавказской пленницы новой». Видел? Слышал об этом вообще? Вот «Кавказский плен...» Ну, «Кавказская пленница-2» ты имеешь в виду? Ну, да, да. Вот примерно с 2015 года там началась какая-то такая непонятная штука, типа там «Переключение Шурика-3» какие-то или два. Нет, ну это срань уже полная. Это «Американский пирог-4». Вот, да. И вот, понимаете, как бы здесь очень важно понимать, что можно поиграть на чувствах, да, и в итоге обидеть просто человека. А можно реально, да. Ну, вот вы видели новую пародию от ТНТшников на «Иван Васильевич меняет профессию»? Я смотрел. Честно сказать, я не скажу, что это говно прямо нормально. Я могу сказать. Мы с Любой посмотрели два раза. Мы вот на «Огонь и ночь» мы не успели на начало. Я такой смотрю, да прикольно. ТНТ-премьеры старт делают вообще заебись. У них почти что ни возьми, заебись. Вот ты сейчас зайдешь на старт и, не знаю, ты можешь запикать старт, потому что я так часто про него говорю, но я действительно очень много сериалов оттуда видел. Очень много. Да, но самое главное вот упущение, я когда был на сеансе, ни одного трейлера зарубежного кино, конечно, не было. Ни одного. Был какой-то типа американский фильм, но мне такое чувство, что либо это суперговеный американский фильм, которые от отчаяния пошли на российский прокат, спорят совсем там уж не повестка, они такие, похуй, в Россию будем выпускаться. Либо это наши сняли про Америку, вот я не понял. Как называется? Не помню. Я думал. И вообще странный трейлер был. И он был один только. Там случайно не так говорят, Джон, это я, Джессика. Джон, спасибо. Короткометражки были от Джона Бугунова, блядь. Бугунова. Американ режиссер. Директор. Как ты пролез под дело, обманул фонд кино. Ну, судиверсица. Не, я хочу сказать, что, во-первых, у нас сейчас турецкий синематограф будет преобладать. Но вот тут недавно была история, что буквально два дня назад или три приехал звезда. Великолепного века? Сериалов. Или другого? Сериалов. Турецких. Да, какой-то там Карлос Педро такой. В общем, вообще такой, да. Выстроилась очередь. Оказывается, у нас много фанатов. Я даже не знал. Тетки какие-то. Братон, турецкие сериалы обожают. Там, ты сам увидел бы, ты женщины стоят, там тетки. Турецкие сериалы сейчас, это как когда-то бразильские сериалы смотрели во всем мире. Ну, кстати, смотрели очень хорошо бразильские сериалы. Корейских сериалов тоже много сейчас. Ну, это все гавнерынок. Ну, в том смысле, что это все как бы, как называется, конвейерный рынок очень. То есть это несерьезный. Но у корейцев он получается хотя бы. Я не смотрел вот эти дорамы, честно сказать. Мне кажется, они очень странные все. Ну, то есть те отрывки, которые я видел, как там. Не, я про фильмы. Да и про сериалы тоже. Мадон Сок прикольный актер корейский. Такой пухляш накачанный. Играет копов. Охуенно. Он типа вот в наше время, считай, не Джеки Чан, но на уровне. Прикольный. Скорее как китайский городовой. Как раз-таки скоро индийский кинематограф до нас дойдет полностью. Я думаю, что такое случится. Я не думаю, что такое случится. Потому что индийский кинематограф очень специфичный. Он массовый довольно-таки. У нас он никогда не был непопулярным. Он был, у него есть своя ниша, которую люди смотрят и прочее. Но из-за специфичности индийского кинематографа, я не думаю, что он когда-нибудь закрепится на массовом уровне. Он закрепится в виде... Там уже не ради рофла реально эти танцы начинаются. Нет. И это в 2024 году происходит. Вот у нас танцор диска, да, самый известный вообще в России и на постсоветском пространстве. Танцор диска индийский, да. У всех на кассетах был у родителей. Вот они очень любят вспоминать его. Азита и Егита, да. Да, да. А, кстати, интересно, вот этот клон, это индийский или не индийский был? Нет, клон был бразильский. А, Бразилия? Бразилия, да. А этот, Земля-Любви, Земля-Надежды. Я такого даже не знаю, честно говоря, где. По какому каналу шел, по-первыхому? Так, ну давайте к следующему. Apple Vision Pro. Слышали, смотрели что-то? Да, ну, во-первых, я скажу так, что заинтересовала меня вообще вся эта штука. Нравится мне жить в такое время, когда технологии очень быстрыми скачками идут вперед. Телефоны, да, можно было мечтать 20 лет назад о том, что у тебя будет здесь все есть. Сейчас именно Nokia 3310 от мира вот этого ультра-VR выпустила компания Apple. Реально прорыв будет, я думаю. Нет, ну, слушай, там уже прорыв в том, что он в целом же особо-то не отличается от каких-то VR-шлемов по характеристикам, которые выходили до. Визуально нет. Самая глобальная разница в том, что это первые VR-очки, которые люди реально носят на улицах. Они выглядят нелепо. Это все вот... Там, понимаешь, в чем суть? Там в чем суть, понимаешь? Это да. Это мы тебя поняли. Но суть в том, что все остальные очки, они не имели там HTC вот эти вот, все остальные. Они имели контроллер в руках, понимаешь? Здесь опять пошли, знаешь, это то, что Стив Джобс там все, палец у тебя есть. Это и есть контроллер. Здесь, понимаешь, вот это вот именно система, что ты двигаешь, растягиваешь. Это все было. Просто они первые сделали... А где было? Где, блядь? Да много где, загугли. Просто они как... Сейчас работает это лучше. Как Apple делает? Они смотрят позднее всех, берут какую-то... Ну вот появляется какая-то новинка. Samsung сразу запускает, не отработав. Другие запускают, запускают, запускают. Это все есть, несколько лет существует. Потом Apple берет и делает это так, как должно быть. Не, но там все равно вот есть сратость с этими аватарками, которые как бы... Ты сам себе делаешь своего аватара виртуального. То есть чтобы, к примеру, ты сидишь в этих VR-очках, и ты записываешь кружок в телеге. Вот. И ты можешь собственного аватара, типа, чтобы он записывал. Но выглядит он до сих пор стратненько. Нет. Но как технология в целом, она как бы такая уже... Ну, лично, вот по себе скажу, конечно, каких бы он денег не стоил, даже если бы он стоил условных там 150-200, да, хотя бы в два раза дешевле, то мне бы он все равно бы не понадобился. Даже если бы он соточку стоил, я бы... Не, ну, слушай, это исключительно как бы если ты хочешь прикоснуться к технологиям будущего. Телефоны нам нужны, что ли? Блядь, ну они... Да, но это уже до такой степени в нашу жизнь вошло. И это тоже будет. Нету другого варианта просто дальнейшего развития. Когда мы в Грузию... Ой, не в Грузию, а в этот... Когда мы в Амстердам ездили. Так. Я помню, мы там сидели, и я разгонял что-то. Я говорил, что вот дальше телефонов некуда идти. Дальше-то куда? Ну что, вот телефоны складные, это прикольно, но этим пользоваться не будешь. Нет, все, дальше уже это нейролинк. Только да. Уже интерфейс, подключаемый непосредственно в WoW. Нет, ну такая темка должна быть, что вот, к примеру, мне кажется, следующая хуйня, слуховой аппарат, который, если с тобой говорить о нас... Каждый день. Нахуй, кому это нахуй надо? Я не знаю. Ну если это будет стоить разумных денег... Бля, кто... А, забыл выключить. Какая приятная неожиданность. Нет, что с тобой говорят иностранницы, переводят сразу же это слуховой аппарат. Да, это следующая такая хуйня. Это можно и в очках. Но в целом, понимаешь, это повестка глобализма. А мир сейчас отходит от повестки глобализма. Сейчас каждая страна внутрь себя уходит. Сейчас каждый хотят, наоборот, изоляцию какую-то друг от друга. Я тебе говорю просто, что вот и был раньше тренд вот этого глобализма, что все страны, все понимали друг друга, все соединялись, участвовали в общем тренде. А сейчас снова страны делятся по блокам разным. Страны сейчас, многие уходят в изоляцию какую-то, самоизоляцию. То есть там начинают больше думать о себе, чем о том, чтобы со всем миром взаимодействовать. А те технологии, о которых мы говорим, они исключительно на глобальный рынок направлены. Мне кажется, то, что они, понимаешь, они действительно имеют большое значение. Они все равно будут появляться, несмотря на то, что ты говоришь. Не, ну понятно, понятно. Да, это все понятно. Ну, как бы посмотрим, куда ты дальше пойдешь. Ну, вот нейролинк как раз-таки, да, продолжая эту тему. А что такое нейролинк вообще? Вот у тебя нету в новостях о том, что сейчас уже проходит тест. Нейролинк, это что такое? Илон Маск. Ардуино тебе в бушку запихивает. Да, в 2016 году стартовал проект нейролинк. Это специальный чип, который подключается тебе прямо вот там к мозгу, понимаешь? И ты можешь силой мысли управлять компьютерами, приборами. Но пока что только свиньи и макаки это пользуются. Нет, человек может. Так мы можем, по сути, мы можем. Мы можем принять участие. Илон, мы готовы. Он забирает нас. Ну, если это будет бесплатно, и в рамках научного исследования можно. Мы готовы, чего. Ну, короче говоря, да, вживили уже одному человеку. Он успешно пользуется компьютером. Силой мысли передвигает мысль. Пизда, мне кажется, у него, конечно, переклинит позги. Почему-то. Ну, а это в первую очередь как бы людям, которые не могут двигаться. Они не сходили с ума от этой штуки? Не. А что они с ума сходили? Там они сидят, сидят, сидят. Ну, прикинь, свинья сидит и, блядь, в Postal 2 играет целый день. Кстати, там какая-то была игра запущена, да. Но интерфейс рабочий. Вот в чем главный вопрос. А подожди, вот те включают вот этот чип. И ты видишь интерфейс еще перед глазами какой-то? Нет, конечно. Да это вот далеко еще. Нет. Вопрос в том, назначение практическое. Какое вот это хуйни всей. Человек парализован. Авария, допустим, произошла. Или врожденный дефект. Да, это все понятно. Было и было. С помощью нейросети еще эта штука обучается. Да, добавляют тебе этот чип, и ты можешь общаться с этим миром при помощи вот компьютера, понимаешь? Если ты вообще парализован. Даже если тебе, блядь, глаза не крутят. Какого-то чела, да, подключили, он парализованный, он управляет компом. Ты про него говоришь? Ну, это я читал, кому предназначается в первую очередь. Я про этого человека не знаю. Ну, такой есть. Ну, значит, есть. Не, ну, вообще, в целом, люди, у которых протезы, они же первые почувствуют на себя какие-то новинки будущего. Для них разрабатываются усилия. Ноги, инновационные руки, глаза. Есть же имплант в глаза уже, да, или нет? Ну, очень такой, предварительный. Он, как правило, черно-белый, и люди там не видят. Они различают только яркость, понимаешь? То есть там нет очертаний. Есть какой-то чел, у которого что-то тоже в голову вживлено, и у него прямо вот здесь камера. У него камера отдельная, вебка стоит, прикинь, на макушке. То есть у него провода прямо в мозг тут, и вебка стоит. Он, как бы, может видеть примерно... Бля, слушайте, а как думаете, вот эта тема с чипами, это на госуслугах? И на руку, бля. Да, ребят, сейчас в троечном. Би-бу-ба-бу-бу-бу-би. Он просто бабки собирает. Вот эти дополненные реальности чипы, они же у нас на госуслугах, скорее всего, да, нужно будет регистрироваться? Да, бля, да. Никит, конечно. Ой, мы поели такой веселый поток. Не, ну а где еще, по-твоему? Чего? Ты думаешь, вот с современной вообще нашей повесткой. У нас, допустят, вживление чипов каких-то иностранных компаний? А почему нет? Мне кажется, нет, это будет под диким запретом. Мне кажется, у нас будет тема, что, хорошо, чипы мы тоже разрабатываем. Хотите чип, госуслуги, оставляйте заявку в ближайшем. Приходите, и там бабка. Все. Я что-то правый глаз не видя. Я думаю, что... Не, Никита, ну, бля, сейчас, видишь, можно... Сейчас нужно развить технологии так, чтобы можно было быстро скопировать. Понимаешь, китайцам нужно подорожать в этом плане. Вот нужно просто как бы посмотреть, ага, вот как она работает. Взять и тиснуть технологию. Не, брат, я, честно сказать, я бы иностранный чип... Или купи. Я бы иностранный чип не стал себе вживать голову. Ну, не надо, ну, не надо, тебе никто не просит. Пиздуя на госуслугах, даже если он говен не будет. Ну, потому что реально стрёмная хуйня. Мне еще начнут внушать какие-то... Да тебе и так внушают, братан. Просто дело в том, что... Неправильное. Тут в другом дело. Дело в том, что, понимаешь, это же будет все... На уровне, как сказать, у тебя... Ну, вот мы будем... Научно, понимаешь? С Антоном на подкасте сидеть вот так переписываться молча, ведя диалог, а ты не будешь знать. Ну, будем, да, говорить друг другу... Мемы скидывать, мемы скидывать. Да, пожалуйста. Я буду в Яндексе... Яндекс.Музыку. То, что будет зарегистрировано, слушать. Ну, или какие там будут. Кинопоиск смогу пару фильмов посмотреть, на которых лицензии еще есть. Старых. Старых, да. Это вообще рот. Кстати, вот я тоже подумал, выгоните, а реально, допустим, что случилось чего, иностранный имплант, ну, ты глаза видишь, у тебя все, а тебе говорят такие, ну, извините, там... На уровне государства, да, мы там сейчас... В санкции какие-то накладываем. Да, все, мы вам включаем, Никита. Глаза нахуй. А чип госуслуги не отключат. У меня будут всегда, он при себе. Не, ну, если ты что-нибудь натворишь, и госуслуги отключат. Нет, ну, это понятное дело. Ты не твори. Да. Но, в целом, да, шанс уже меньше будет. Там еще, знаете, вот в этих чипах будет от госуслуг, по-любому это какой-нибудь шел Соловьева, ну, в рекомендациях постоянно таскаться. А можно пошитый чип, чтобы я переключал? Нет. Просто включаешь, у тебя с госуслуг, а если там зажать две кнопки, три каких-то на голове, ты включаешь, у тебя зарубежный. Нельзя. Нет, мне кажется, опасная хуйня. Нет, на разных частотах все работает, даже не включишь. Там приемники другие. Бля, вот будут же мошенники из тюрем тоже, наверное, на эту тему. Тоже вживленные. Они же тоже как-то будут пытаться заскамить человека с чипом. Ну, все это киберпанк, блядь. Это киберпанк. Будущее настало, блядь. Да еще нет, еще не скоро. Ну, не скоро, не скоро, а вот опять же новость. Лекарства от рака в России скоро будут близки к тому, чтобы сделать лекарства от рака. Ты же что-то слышал. Зовел Владимир Владимирович. В целом, лекарства от рака, я, знаете, на самом деле, верю в то, что оно давным-давно уже заработано. Не-не, но я тоже в это верю. И просто сейчас мир только сейчас стал готовым. Все, козырь уже нужно скидывать. Такие, блядь. Не, ну а что уже ждать-то? Держали до 24-го. Похуй, говоришь-то. Надо уже народ знакомить. Так же, как и папку доставать с инопланетными захватчиками. Пора. Я тут думаю, народ готов и правда. Готов, готов. Давно уже об этом готов. Не, ну если честно говоря, то, скорее всего, сейчас реально медицина так вперед шагнула, что может быть и можно уже как-нибудь хотя бы замедлить ну, с более высоким результатом на ремиссию вот это размножение этих клеток. Вот это Дэвид Рокфеллер. Извините, что пошел по этому. Да, ну да, 103-х лет он прожил. И батька его долго прожил, и Ротшильды долго живут. Ну не просто же так. Не просто же так. С другой стороны, живут они не вечно. 103-е, да, это не вау. Да. Долгожитие. Вот монах, ну, больше я рассказывал, монах, который стоит статуя, да, в Индии. Думают такие, а что за статуя такая? Одни статуи, это живой человек, он на самом деле медитирует. Да, 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 да. В медитации находился. В России тоже есть. Кто? Вот около Байкала. Тоже буддистские монахи, которые вот типа он умер, но на самом деле медитирует, он сидит уже лет 200. Мне вот банщик рассказывал один. Вот это, я считаю... Надо было разбудить его попробовать. Так нельзя. Он же на такой медитации дикой находится, брат. Давно-давно улетел, понимаешь? Тут только тело живое осталось в литургическом снегу. То есть типа он реально может открыть глаза и такой, привет. Но он же что не поймет. Я подсяду? Скорее. А почему я подержу? Воды. В Байкальце. В Байкал его такой. Один на стуле отнесли. Он как полотенце из отеля, знаешь. Он с огромным здоровым, блядь. Он такой румяный такой. Ух, блядь. С бородой. Ух, блядь. Русичек. Ты первый, кто додумался меня в воду кинуть. Так что такая тема, блядь, ребят. Реально будущее наступает. И оно затронет всех. Дорогое. Единственное, что очень это будущее. Дороговато, если честно. Даже айфоны. Те же, да. Уже давным-давно в обиходе блядь, блядь, 160-150 тысяч рублей. Нет, а причем технология-то. Айфон не новая, а старая все равно до сих пор. По сути, он просто вот как Стив Джобс вот этот выпустил один из первых. Концепция та же самая. Концепция та же самая. То есть айфоны это уже не будущее, это прошлое давным-давно. Будущее это реально VR-шлемы какие-то. Это всякие чипы, которые вот вы рассказывали. Как там? Нейрлинг. Нейрлинг, да. Это уже будущее. Это все старье. Это, блядь, наеб-гоев на доллары. Типа, что вот, гои, купите посильнее игрушку. Типа, будущее. Типа, там можно будет более качественные фотографии делать. Блядь, сделайте слуховой аппарат, чтобы со мной Турок говорил, я понимал, что он хочет от меня. Вот это то, чем меня подкупил Яндекс.Браузер. Так, вот тут начинается рекламная интеграция. Не-не-не-не-не. Какое-то видео. Вот как только выпустили Яндекс.Браузера, я такой им и пользуюсь. Я не пользуюсь. Я пользуюсь им только, чтобы смотреть английский перевод. Это пиздец. Меня такой, не имея пиздец поражает. Это разъеб. Это суперкруто и удобно. И нигде такого больше нет. Да. Я вот честно, им вообще не пользуюсь, Яндекс.Браузером, Яндекс.Поисковиком. Но, вот реально, если я вижу какой-то подкаст зарубежный двухчасовой, я Яндекс.Браузер заоткрываю. Я вновь начал смотреть Ютуб, я прям очень много смотрю. Пока за компом сижу, у меня постоянно играет. Ну, я, очевидно, с Зеном еще пользуюсь. Я просто подписывал там на кучу людей. Я активно пользуюсь Яндекса. Брат, ну ты на газеты подписываешься. Дальше что? Дальше что? Что ты хочешь? Что за меня ходит? Еще. Что ты хочешь мне? Я и ВК пользуюсь. Я ВК-Мьюзик подписываю. ВКонтакте я тоже пользуюсь. А я ВКонтакте, вот знаете, честно сказать. А еще ВКонтакте тебя нет, что ли? Я вам так скажу. Я же тут снова начал играть в Доту. И я решил набрать снова команду свою. И откуда я набираю людей, по-вашему? Не из Дискорда, не из Телеги. Я создал гугл-форму, где вы пишете, сколько вам лет, сколько у вас ММР, ссылку на страницу ВКонтакте. Правильно. Посмотреть, адекват или нет. Потому что если у человека есть страница ВКонтакте, я уже сразу понимаю, с этим человеком можно говорить. Во-первых, он старше 20 именей. Да, это раз. Во-вторых, что у него есть какие-то... И я смотрю на подписки ВКонтакте, это тоже очень важно. И я вижу, на что он подписан. Тоже какой-то анализ можно провести сразу. И музыку можно посмотреть, какие у вас предпочтения. Очень-очень хорош инструмент, если ты подбором персонала занимаешься. Даже если пусть это будет игра в Доту. Так что ВКонтакте, ребят, если вы хотите себе реально нормальных людей, в ВКонтакте это нужно делать. Если вы хотите найти себе друзей, ищите друзей во ВКонтакте. Многие социальные сети ушли же из России. ВКонтакте эти... Кстати, вот по поводу ухода. Вы знали, что Инстаграм в 2023... Как жаль. Инстаграм... Запрещенное на территории Российской Федерации. Ну, Паша метку сделает. В 2023 году стал самым удаляемым приложением в мире. Инстаграм. Нихуя себе. Я думаю, что потому что много россиян удалило. Нет, нету никаких проблем. Взять, зайти туда, посмотреть. Только там делать мне нечего, честно сказать. Нет, там рекламу почти. Ну и все, и больше там делать нечего. Там делать нечего. Я там постоянно либо телегу свою рекламную, либо вершу. Ну, просто сейчас вот для меня заход в Инстаграм... Я буду ждать, когда будет ноль человек у меня. У меня сейчас сто с чем-то тысяч. Когда будет ноль людей подписано, я тогда удалю. Для меня Инстаграм стала пыткой, честно сказать. В том смысле, что мне нужно VPN включить. И мне нужно ждать, когда он подключится. А он еще не сразу подключается. Это надо раз десять кликнуть, закрыть приложение, потому что там реклама ебучая, с настоящими играми, блядь, показывается. Раз десять это все повторить. И тогда включится VPN. Я такой, ну посмотрим, что там. Я отключаю, я включаю, подожди, инсту. И, ёпта, она не грузится, потому что пока я это дрочился, блядь, десять раз, там уже нужно на другой переключиться сервер, чтобы эта хуйня работала быстрее. Я обратно все закрываю, выбираю Голландия, Хуяндия. И снова запускаю Инстаграм. Он кое-как работает, блядь, и я смотрю, мне пять сообщений пришло в Инстаграм, и я такой, нахуя ты вообще этому хуйню пользуешься? Вот я, брат, и говорю, да хер топаришь. Ты пошутил, что типа игры это не существует в рекламе? Или ты проверял, ты нажимал? Потому что действительно делают рекламы разных типов игр, которые типа существуют. В зависимости от того, насколько популярна и кликабельна эта реклама, делают эту игру. Я не знал, что дальше идет. А я думал, ты попался. Рассказывай дальше, что дальше. Ну вот, делают игру, которая... Ну, изначально так проверяют, что будет популярно, и потом делают просто популярную игру на эту тему. Вот, кстати, сейчас... Интересно, а есть вот все-таки игра, где там вот ты идешь по карте, собирается один человечек, два, вы сильнее становитесь? Есть, есть, конечно. Надо попробовать скачать просто. Я сам не решался. Просто, ребят, здесь есть такая... А со змейкой, где там типа змейка вот так вот ползет, и типа нужно собирать кристаллики и эту змейку мочить? Я думаю, вообще все есть. Сейчас вообще все будет, да? Слышали новость? А правда от игры можно за пять секунд кончить? Ты кончишь от этой игры за десять секунд? А-а-а! Сходи, проверь. Не за десять, да. Извини, Антон. Нет, нет, ничего. Я хотел сказать, что сейчас новость была о том, что нейросети теперь могут генерировать еще и видео. Да. Слышишь, видел ты это? Да. Вот это, ребята, будущее наступило. Я только недавно дискутировал здесь о том, что когда она отступит в это время. Вот хотелось бы, допустим, фильм, да, или там краткометражку написать по промту, и она тебе будет визуализирована. Все сделали, но сейчас в закрытом доступе пока это находится. Все эти фильмы, я знаю, в какой содержимую порту будет так. Имя чье-то, или там фоткать, ебут в... Вот поэтому она и недоступна сейчас из-за таких, как ты, блядь. Это пока. В смысле из-за таких, как я? Только из-за порнографии интернет-рассы. Нет, не только. Да, 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 правда, абсолютно правда. Это из-за тех, кто будет и Апплитуд угнать, и те, кто будут фальшивые, эти самые подложные всякие там новости клепать, и да много чего. Ни один программист, который вот делает эту нейросеть с видео, не делает это ради того, чтобы там... Блин, хочу цветок, чтобы вот синий цветок, и он еще так вообще делал, и там монстры. Нет, программист сидит, и ему, во-первых, в кайф делать любимое дело. Во-вторых, он думает, ну, блядь, прикольная парнушка будет, наверное. Блядь, вот я жду ради порно. Да это ужас, ты че? Это ужас. Почему? Потому что ты подросток, ты видишь край сиськи где-то на этих... В ларьке, на колготках просто женщины. Ты говоришь, ебать, это что вообще? У тебя, блядь, отгресет. Да, да, ты в автобус забираешь. Сегодня просто миллион порнографических роликов, всевозможных цветов, пос и фетиши, и человек такой... А в будущем, что он просто все, что не придумает, у него все есть. С другой стороны, это будет предотвращать различные хуйни. Потому что, к примеру, вот как раз-таки чел видит извращенскую порну, он такой, круто, я хочу так же. И он участвует, у него травмы, и он просто шизу ловит. А так он себя сгенерирует быстренько, увидит, что, а, со стороны, это прям я кринжую, и прям мне суд на лицо, не то, чего я ожидал. Думал, прикольно будет, а воняет. Понимаешь? И он сразу такой, не, впизду, я этим заниматься не буду. Лучше обычную, миссионерскую. Ну, я не знаю, Никита, по-моему, нормальным людям не надо набирать промп, чтобы понять, что тебя басут, это не круто. Брат, а зачем, скажи, пожалуйста, нужная хуйня, которая генерирует видеопорно, если ты будешь что набирать? Анал, ебать-то. Оригинальный, блядь, человек. Анальный секс. Анал, рыжая. А, блядь, каплодинка, сиськи. Блядь, бросили просто телефон мартышкам, блядь. Понимаешь, типа, что с ним можно делать? Никитос, дело-то не в том, блядь, что там, фу, это одна из, понимаешь, миллиарда вообще. Мы скорее про причину быстрого развития. Юлик в чем прав? Вот он прав в том, что реально интернет благодаря порну только и развился. Потому что сначала человек, картинка с сиськами, круто. А если картинка с пёздочкой? А если гифка? Долго. А давайте какое-нибудь видео. Они так долго грузятся. А я бы хотел картинку и с сиськой из пистолицы. Да. Надо интернет. Ну, это скорее... И это все ускорялось. Ну, то же самое, что и теория с ленью. Что лень – это самый большой прогресс. Да, так и есть, брат. Двигатель прогресса. Только потому, что какому-то челу в древние времена такой... Ой, как в падлу это все тащить. Вот было бы что-то вот кругло. Качилось бы. И все. И так колесо изобрели, чтобы не париться. И каждый год этот, чтобы не париться, чтобы лучше порно можно было смотреть. Самым низменным к человеческим инстинктам. Порно и женщина, да. Даже вот автопром. Ты так любишь машины. Машины-то делали просто, чтобы... Ну, женщинцы, блядь. Ну, у тебя едет машина. Быстрая, мощная. Чемало вероятно. Ну и хуй с ним, она быстрая, мощная, заебись. Нет, давайте сделаем тачку вообще, чтобы секс был, ебать, маслкар. Чтоб она была охуительной просто. Чтоб ты на нее смотришь, и, блядь, у тебя трусы наполняются сперми. И еще сделаем тачку, чтобы она вот так вот танцевала. Кому это нахуй надо? Вот да, вот какому вообще человеку такой танцующая тачка нужна? Чел, который это придумал, думал... Ебать. Функция одна из... Все киски мои будут. Вот он прям вот так это и подумал на русском. Нет, изначально машина нужна была, чтобы лень, опять же, человеческую, чтобы быстрее все делать и сильнее. Любое устройство. А потом уже, чтобы все с сексом завязано. Лень и секс, двигатель прогресса. Если мы делаем что-то, что уже отличное, и мы делаем его просто красивше, вот что-то по типу вот такой машины... Это Аурус Сенат. Хорошая машина. Да, это все ради секса. Нет. Ради продолжения рода. Нет, ты может... Вот ты это создаешь, ты делаешь пиздатую красивую машину, и ты думаешь, ну я просто хочу красивую машину. Нет, ты хочешь красивую машину, чтобы быть успешным, популярным, заметным, социально значимым, чтобы социально значимые женщины обращали на тебя внимание. Ну, не знаю, мне кажется, это какая-то фиксация уже на каких-то... Да нет, отрежь мужику яйца, и что он сделает? Нихуя. Ничего я сделаю. Будет сидеть просто. Блин, не скучно. Ничего не хочу. Власть, секс и лень. Три главных двигателя прогресса, и все ради чего что-то делает человек. Все остальное, это так вторично... Очень интересно. Тритично. Вот все, что делает человек, оно делается ради власти, ради секса, или ради того, чтобы сделать полегче то, что должен делать. Мордышки просто, которые устроили театр какой-то, где какие-то важные типа штуки, а на деле-то у всех все просто. Вот, и нахуй вам психологи, к батюшке сходите. Ну, бой Дани Милохина, видели, не видели. Не смотрел, не знаю. Ну, слышал, выиграл. Выиграл, но бой неинтересный, реально, какой-то он минуту длился всего, и Милохин его пару раз ударил, и чел ушел в нокдаун. Ну, главное, что выиграл. Да, вы что? Ну, нет, зрелищность боя, ты заранее не знаешь. Хуйня, не бой. Вот мы с тобой смотрели любительский бой какой-то. Не любительский, а олимпийский бой все-таки. Да, но он был очень интересный, очень приятно на него посмотреть было. Потому что там реальный боксерский бой по три минуты, и там реально, блядь... Да, но это не профессиональный, где вот они стоят, ну, это долго, 12 раундов, они там не двигаются, пытаются убить друг друга. А там прям такой он очень игровой, очень интересный был, прям приятно было посмотреть. Ну, это, наверное, больше исключение, потому что профессиональные бои, они наизнурительные, наоборот. Мы не про профессиональные бои говорим. А вы про любительский? Ну, любительский, они действительно быстрее всех остальных. Профессиональные, они там суперосторожные. Нет, профессиональный, что такое вообще профессиональный бокс, к примеру, или вообще профессиональный спорт? Это шоу в первую очередь, это пресс-конференция до боя, это всякая там реклама, которая будет вставлена между боем. Ну, и у них 12 раундов, а не 5, или сколько там, 3. Да, там очень много. Не, ну это да. Там, это все с точки зрения маркетинга, да, это прямо супершоу, но когда дело касается уже тренировок, и все восстановлено, это уже как бы бой, спортивное мероприятие. Ну, по сути, подожди, вот в профессиональных боях, получается, же вообще нихуя не самые сильные люди. Почему? Вот тоже очень сильные. Но в теории же есть какие-то именно в спортзалах человек, которые именно бокс или там ММА как спорт воспринимают, и для них, к примеру, они реально могут любого запиздить тамошнего. Понятно, что они в профессиональной там лучше из лучших, потому что как бы там деньги крутятся. Просто профессиональный бокс, любительский бокс – это просто разные стили бокса. Так, боксировать в том стиле и в этом стиле могут и те, и другие. Просто любительский бокс, он на очки направлен, ты по очкам выигрываешь. А профессиональный бокс, ты не будешь там 12 раундов прыгать, это тяжело. Тут ты 3 раунда 5 прыгаешь – нормально, 12 раундов прыгать никто не будет. Поэтому он немножко по-другому идет. И там, да, шоу, там они вырубают друг друга, роняют, там нереально хотят сделать друг другу больно, ну, типа, прям покалечить. А в любительском что, тебе просто нужно очки набить? И ты победил. Но с футболом, к примеру, не так. В футболе вот какого-то такого распределения нет. В футбол что любительский, что профессиональный. Как бы просто в профессиональном футболе играют лучшие игроки. Ну, там правила одинаковые. Я просто это говорю к тому, что в боях не факт, что в профессиональном лучшие бойцы. Лучшие бойца, они и в олимпийском могут быть, которые именно по очкам, по спорту воспринимают все. Ну, олимпийские тоже в профессиональном переходе. Мне кажется, это из разряда, там, типа, какой этот самый Супермен круче или Флэш. Ты говоришь, где, покажите мне... То есть, Накид, вопрос, да, у тебя звучит так. Покажите мне самого сильного бойца по боксу планеты. Вот, да, вот у меня, смотри, такой вопрос. Нет, смотри, я вот такой. Покажите мне самого сильного супергероя. Ты такой мне говоришь. Супермен. Супермен. Я такой, хорошо. Но по факту Супермен и Флэш это тех, кого мы знаем. Но где-нибудь под Кемерово, к примеру, есть какой-то чел, который носит ведра с водой, и он сильнее Супермена гораздо. Просто мы о нем не знаем, это обычный парень. У них же мультивселенная. Я это имею в виду, понимаете? Ну, я понял тебя. Типа, мультивселенная бесконечная, поэтому там все что угодно живут. То есть ты говоришь, что даже самого профессионального боксера олимпийского уровня может записать какой-то чувак из Подпскова? Я говорю, что вот есть самый сильный, к примеру, боксер в мире. Которого мы не знаем. Да, но он на самом деле не самый сильный публичный. То есть самый сильный боксер, вот кто это? Блядь. Кто сейчас вот просто что-то там? Ну, Джервон-то. Вот какой-нибудь, да, Джервон. А, на самом деле, где-то под Псковым, да, есть боксер, который гораздо сильнее. Он просто не хочет светиться. Я знаю одного такого. Я как раз одного такого знаю. Тикток есть. Помните, этот чувак, который под Цоей тренируется, и он может спичечный коробок задвинуть и раздвинуть двумя ударами, причем не вставая в этот момент на землю обоими ногами. Вот я об этом и говорю. Вот он, я уверен, но он во благо всегда делает. Он никого бить не будет. Тип, который вот так вот делает рукой и все падает. Это он мощенит. Это секция Шевцова старая. Таких дохуя просто. Бесконтактный бой с православным крестом. Есть и без креста. Их полно. С крестом эффективнее, мне кажется. Факт. Да. Там все сила Божья. Это очень, кстати, да, серьезно. Но в любом случае, Никита, ты отчасти прав. Есть люди, действительно, которые очень сильны, которые тренируются. Кстати, вот знаешь, с другой стороны, это очень хорошая мысль, которую ты начал развивать. Открой какой-нибудь ТикТок, и там люди занимаются на турниках, крутятся, прыгают, делают всякие сальто и так далее. Не хуже, чем Олимпийский резерв. Понимаешь, в чем дело? А это просто люди, которые тренируются, ходят на турники вечером после работы. Вот о чем речь. Это вот тот же самый вот Дота, да? Опять же. Плохой пример, надо продолжить. Хороший пример, объясню. Вот после определенного ранга, вот у тебя 6000 марта, ты становишься титаном. И выше титана уже циферки идут. То есть у тебя ММР повышается, и там титан, 3000 титан, 2000 титан, 300. Я тут сконнекшился с профессиональным игроком, который научил меня играть в Доту, Володя Шаргарат, вечный респект. А он играет в топ-300. То есть он топ-300 вот вообще лучших игроков Европы. Да, у него 300 ранг. По Европе. По Европе. Ну это, считай, по миру, потому что самая сильная Европа. И я говорю, но вот получается, вот ты играешь только с киберспортсменами, то есть с людьми, которые там на интернешнлах участвуют в профессиональных турнирах, он говорит, не обязательно. Вот просто челики дома сидят, ебашут в Доту. Очень хорошо ебашут в Доту. У них нету команд никаких. Они просто хорошо ебашут в Доту, и у них топ-300, топ-200. Вот просто обычные челы. А могли бы... А могли бы, да. А они играют на уровне, да, всяких етор и коллапсов и прочее. То есть лучших игроков. И вот то же самое. Просто неизвестные эти имена. И все. Это как певцы. Есть же вот что? Все у нас петь умеют. С певучей. Вся страна певучая. Вся страна. А популярны кто? Вот Галкины, да? И что делать с этим? А есть талантливые певцы? Я по прослушиванию буду. Свистунов надо делать популярными. Почему есть певцы, но нет свистунов? Русский народный... Свист! Да. Мы с тобой поехали по городам. Будем свистеть с тобой. Братья свистунов. Да, да, да. Вот и номер готов. И что, хуже? Хуже, чем Галкина? Нет, кстати, свист есть какой-то, я думаю, художник. Да нет, по-любому, конечно, есть. Но... То, блин, слушайте Киркорова своего. Сколько можно уже, блядь, телевизор я включаю. Все это, Киркоров все пляшет. А что, у нас других артистов нет, я не понимаю. Никит Калагриевый есть. Калагриевый, вот что? Киркоров это. Или Никита Калагриевый. Ну вот, и нормальный он, парень, Никита Калагриевый. И говнобородый, кто-то написал в комментариях. Говнобородый. Какие злые у тебя люди. Ребят, Банини вышел из тюрьмы. Вау. Что за новости такие? Стас Рефлай. Помните? Да. С которого началось же сейчас закон о трехстриминге весь. Это же вот, по сути, человек, он это все сделал после его поступка. Продолжает стримить? Нет, сейчас он ничего не делает, потому что, как я понял, он вышел... Нет, у него, как я понимаю, типа еще над ним есть уголовный срок. Испытательный срок какой-то? Да, он вышел, потому что он свидетельствовал против сокамерников. На суде, да. И поэтому его отпустили пораньше за хорошее поведение. Хуеть просто. Поэтому пока что... Бля, но ему садиться нельзя сейчас ни в коем случае. А? Я говорю, сейчас ему ни в коем случае садиться. Да, в тюрьму ему нельзя, конечно, это да. Потому что это стремная хуйня. Но он вышел с таким трудом, что обратно ни в коем случае нельзя, блядь. Ну, если он вот таким образом... У него теперь дверь вообще на ключ закрываться не будет никогда. Может быть, в любой момент ее открыть. Получается, вот смотрите, казалось бы, да, Стас Панине, вот казалось бы, стрим. Произошла там трагичная ситуация, действительно. Но, по сути, вот этот стрим частично, но повлиял на... Вообще вот страну всю. Вот вышел реально закон. То есть реально депутаты увидели эту хуйню. Началась эта хуйня. А давайте стрэш-стримингом что-то делать. А давайте это, давайте то. Все это упоминают мировые СМИ и прочие. Повестка что-то? А? Повестка что-то? А что вообще? Какого вспомнил, блядь? Не, ну просто все равно, как бы, мы обсуждали же, когда он сел. Вот вышел человек. Три года прошло раньше срока. Я могу лишь сказать, что время быстро идет. Да. Время уже вот три года прошло. Хотя, казалось бы, вот совсем недавно, да, обсуждали что-то. С одной стороны, время быстро летит, но с другой стороны, если начинаешь вспоминать, думаешь, ууу, как много всего было. Ну, много было, да. Но все равно, как-то укладывается все в рамках, как будто бы, пяти лет последних, а на самом деле, гораздо больше. Да и заебали, блядь, это отдалять Луну. Оставьте на месте, блядь, уже хватит ее дергать. Так, а это тема новая с Луной. Цикл, Антон, после конца света. Слушай, там, запустили коллайдер, сейчас мы дойдем до определенной даты. Это тарелка новая, что ли? Нет, все старое. И нас, ты про вот это? Нет, вот там вот ближе к этому, к гибу, вот дальше. Выше, выше. Вот что это такое? Руки. Куда это? А, это я кровь сдавал. Понял, понял. Не, не, я, да нет, я про этого чувака, про Атлант, блядь. Атлант был, был. А, был, ну ладно. Так вот, дойдем до года определенного, нас обратно в 2007 откинет. PS5 и сказал, что все. Что все? Не будет больше игр, в пизду, ждите PS6. Че? Все. Че, подожди, еще расскажи. Все, PS5 сказал больше, они не будут, новые игры не будут под PS5 делаться. Два года же прошло. Не, не, пять лет прошло уже. Нет, закончи мысль. А игры где? Будет PS5 Pro, чтобы более лучшая графика была. И уже ждите новые эксклюзивчики на PS6. Да, ну ты, а-а-а-а. Да. То есть PS5 Pro готовит под гиташку новую? В двух игр это вышло. Нихуя не вышло. Вот как у меня не было PlayStation 5, так и... Ты тоже поторопился, зря взял. У меня нет PlayStation 5. Xbox. Xbox, все, блядь, мне нравится. Нет, я сейчас объясню, в чем дело. Просто это какой-то вообще глобальный наеб с этой приставкой получился. Я так и знал, что так и случится, я себе PlayStation 5 не брал. Во-первых, а, дорого. Во-вторых, только из-за джойстика брать, ну... На сумасшедшего похожее. Так, а джойстик, он там меня отдает в руки. Эй, бадди, хоу, Макфлай. Так понимаете, в чем дело-то? Что два года, и все. Сейчас будет смена консолей на новое поколение. Xbox X превратится в новый Xbox. PlayStation 5 раньше закончит свой жизненный цикл. Намного раньше, чем та же PlayStation 3, 2. Не побьет она рекорды. Ты что, ядерка ебнет? Я этот Xbox на квартиру отменяю. Кому он нужен будет? Там будет человек педали крутит, чтобы поиграть в него. Да зачем, блядь? Золото надо покупать. Да не понадобится. Рубли надо, блядь. Не, если вы к этому готовитесь, то и воду храните. Не готовится. Зачем? Вода будет самым ценным ресурсом. Диски. Я не знаю, как ты, я не шучу. У меня тревожный чемодан собран вообще-то. И рация у меня есть заряженная. Два противогаза у меня имеются. Нихуя себе. Ты у тебя есть, думал, хоть пачка одна йода в таблетках? Я мутирую. Сигарет хоть купи. Я мутанта отыгрывать буду. Купи сигарет. Блок НЗ. Вот ты куришь, человек курящий, чтобы потом не ходил и не выпрашивал сигареты. Военных, блядь. Тебе серьезно говорю, купи блок. Не, ну, я жителем пустоши готов стать. Согласен. Я не переживаю. Мне кажется, не поможет ни чемоданчик, ни... А я тебе так скажу, Тох. Вот знаешь, кто вот как раз-таки... Вот сто процентов, кто умрет в постапокалипсисе. Ну-ка, давай. Как раз-таки все, кто там чемоданчики себе покупал, готовился. А нужно как скуфы. Глубоко. А нужно как скуфы. Потому что произошел ядерный апокалипсис, и как скуф будет себя весь на такой... Он такой, да ладно, мне работать надо. С людьми, Антон, случается то, чего они боятся больше всего всегда. Это исключение из правил. Такая техногенная катастрофа, это абсолютная... Ты как раз будешь дергаться... Это неожиданность, которую ты ждешь всю жизнь. Вот ты как раз и будешь дергаться, и наделаешь ошибок. А выиграет тот скуф, который просто будет ждать новый концерт уральских пельменей, когда телек уже подключит от ядерной атаки. И который такой, блядь, мне на работу нужно пойти. И прийти домой. Ну, во-первых... Ну, такой новость, я не смотрю, не знаю, что там происходит. У всех будет шанс даже по пустоши пройти, уже будучи гулем, блядь. Понимаешь, там вот вспышка, все, тень от тебя осталась. Так и все, ничего не поможет, если вспышка будет. Поможет, поможет. Понимаешь, что... Йод поможет от вспышки. На какое-то время, да. Просто сдумит все. Может быть, ты успеешь в этот момент сделать доброе дело какое-нибудь, очистить совесть. Достать из патсовала кого-нибудь. Ну, я плохую вещь из своей жизни сделал, мне совесть. Тогда согрешу, ты успеешь. Я чист. Если мое сердце положить на одну сторону весов и перышко на другую, перышко будет тяжелее. Бред! Сивый, кобылый! Как тебе не стыдно? Я, Антон, билет заказан туда, наверное, в рай. Я в рай пройду. Меня ждут там. До тебя вышвырнут оттуда. Ты меня там ждут. Ты больше не будешь с людьми, которые охули, охраны строят. Я праведник. Ну да, убил ног кого-нибудь. Я очень нервно. Ты все равно, что вот... Ты и рай, как вот алкаш и метро. Тебя еще при входе выгонят. Не правда. Тебе даже билет не разрешат купить. Наговорите, наговорите, а на божьем суде-то все увидят. Кстати, хочу лишний раз напомнить, что если вы приручили животное, оно живет у вас дома, за отношение... Я думал, ты про покемон. Нет, про настоящих животных. За отношение к ним реально будет спрос. Да. Да. Вот это мне еще и бабушка говорила. И вообще в целом это истина. Если, да, как обращайтесь с животными, как у вас они дома живут, как вы относитесь к окружающим вас зверушкам, так вам это все там зачтется. Все вам припомнят. Даже где вы там коту сказали... Пшел он отсюда. Все, блядь. Не, ну слушай, мне кажется, если ты сказал коту, пошел он отсюда, домашнему своему, но ты при этом его 20 лет кормил, поглаживал, там какашки убирал, нормальная тема. Разберемся. Будет разбираться. А если обижаете зверюшек, вам пизда. Это 100%. За это спросят тут как бы... Спрос будет в любом случае. И здесь, и там. И не сказать, да ладно, блядь, это животное, холи. Нет, так нельзя. Ты что, сука, живое существо обидит? Книда. Да. На этом будем заканчивать, ребят. Балдежный подкаст. Тоха Власов, Юлия Аняшка, подписывайтесь. Я что-то понял, что эту хуйню взять в руки можно. Они же постоянно прикреплены. Бля, надо было вот так сидеть. Вообще балдеж. Можно говорить прямо в микрофон. Извините, что перебил. Или как скуф. Или как на пузико поставить. Это скуфкаст. Слушай, хорошее, вот это мне нравится. Нормально. Держать можно, да. Как это? Как это? Спасибо всем большое за просмотр. Шоу Балдежный подкаст. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Увидимся через неделю. Всем спасибо. Всем пока. Берегите себя, дорогие друзья. Всего доброго. До свидания. До свидания. Счастья вам и вашим близким. Здоровья. Удачи. Море. Идачи у моря. Все хорошо. И чтоб не болело ничто. И чтоб дети были здоровые и умные. И пятерки приносили домой. Чтоб родители долго жили.